Ксения работает учительницей по музыке. Очень важно, говорит она, зажечь детей своей энергией и любовью к творчеству. Тогда ребята с радостью занимаются, а она получает удовольствие от того, что ее ученики раскрывают свои таланты. В будущем мне бы хотелось открыть свою частную студию, и это позволит мне дополнительно иметь доход. У меня даже есть какие-то идеи уже, как назвать студию. Если учитель хочет вести курсы, нужно сперва разобраться, какие налоги нужно будет уплачивать. Тут важно понимать отличия между ИП и репетиторской деятельностью. Репетиторство – это консультативные услуги по отдельным учебным предметам и дисциплинам. Репетитору не надо открывать ИП. Необходимо просто уведомить налоговый орган о том, что вы хотите осуществлять репетиторскую деятельность и уплатить единый налог. Ставка единого налога у нас уплачивается ежемесячно. А вот деятельность, связанную с образовательными курсами внешкольной программы, к примеру, вокал, актерское мастерство, кружок по шитью, нужно регистрировать как индивидуальное предпринимательство. Необходимо подать соответствующее заявление, фотографию, оплатить государственную пошлину и с паспортом обратиться в местный исполком или горосполком. Соответственно, рассматривается заявление где-то в течение одного рабочего дня. По результатам рассмотрения выдается свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А в течение пяти рабочих дней направляется уведомление о постановке на учет в налоговой инспекции. Индивидуальный предприниматель сам выбирает систему налогообложения. Единый налог у нас уплачивается до начала деятельности. Упрощенная система налогообложения в этом случае уже уплачивается в зависимости от полученной выручки либо 5%, либо 3% плюс НДС. Третья система налогообложения – это у нас общая система налогообложения. Там уплачивается в общем порядке подоходный налог, выручка минус расходы с разницей 16% платится, НДС по желанию. Если учебная деятельность временно не осуществляется, репетитор и предприниматель с единым налогом могут написать заявление на отпуск. Тогда оплачивать налог за этот период не нужно. ИП-шник, который выбрал упрощенную или общую систему, просто оплачивает налог, соответствующий своей прибыли. ИП-шник, который выбрал упрощенную или общую систему,